Сегодня мы с вами пообщаемся про MVP, о чем будем говорить, что это, зачем, как его сделать, прототипирование и протестирование на пользователях. Много, ну не много, но достаточно времени потратим сегодня на прототипирование. Я вам покажу, что такое Figma и как с ней можно работать, как можно быстро склепать прототип, вообще ничего не программируя, и быренько проверить это все на пользователях. И зачем это делать, тоже расскажу. Что такое MVP? Это Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. Есть достаточно много точек зрения на то, стоит ли его делать, ну как, очевидно стоит, иначе бы про него не было лекции. Но стоит ли это называть Minimum Viable Product? Есть варианты Minimum Viable Product и Red Product, типа Riskiest Assumption Test. Вот. В чем разница? Minimum Viable Product заключается в том, что вы должны сделать что-то, что пользователи полюбят, и протестировать это, действительно ли это так. По-моему, это, ну, абсолютно, ну, это достаточно странно, потому что зачем делать MVP с тем, что пользователи не полюбят наверняка. Ну, окей, хорошо, все гипотезы имеют место быть, ничего с ним не сделаешь. Riskiest Assumption Test – это еще один взгляд на все эти вещи. Заключается он в том, что, как вы можете предположить по названию, вы, наверное, догадываетесь, Riskiest Assumption – самое рискованное предположение. Берется самая-самая-самая такая невероятная гипотеза, которую очень сложно вообще вообразить, что такое может быть, и именно она и фигачится в какой-нибудь прототип и проверяется на людях. И вы смотрите, ваша самая рискованная гипотеза выигрывает, проигрывает, что дальше с этим делать. Можно, конечно, делать и так. Это, конечно, вариант. Но все-таки, если вы хотите посмотреть, как продукт будет играть, и как это будет работать, и заинтересуются ли этим люди, кажется, что лучше все-таки делать именно минимум вайбл продукт. Что… Как это выглядит примерно? Я смотрю на это, и мне начинает хотеться есть. Вот. Есть три варианта. Прототип, минимум вайбл продукт и, собственно, сам продукт. Прототип, вы видите, что это такое. Это такая непонятная штука, еле-еле там из палок и других подручных средств собранная, кое-как представляющее нам то, чем продукт в результате окажется. Минимум вайбл продукт – это какие-то основные базовые фичи, за которые пользователь ваш продукт будет любить. И чем пользователь, собственно, будет, простите, пользоваться в вашем продукте? Юзер будет пользоваться, давайте так, чтобы покрашу как-то было. Ну и продукт вы видите, там уже все хорошо. Зачем это делать? Это нужно делать для того, чтобы доказать жизнеспособность идеи и проверить гипотезы. Почему? Потому что мы уже с вами умные, смотрели, много видели диаграммы Ганта и всякое такое. Если вот забубенить сразу вот такую огромную фигню, в два месяца разработки, а потом показать, только потом показать это пользователям, может оказаться, что это вообще никому не нужно и пользоваться этим никто не хочет. Поэтому, чтобы избежать по возможности такой ситуации, стоит начать с MVP. Как делать MVP? Быстро. MVP надо делать быстро. Книга, которая досталась Егору за домашнее задание, которое называется Sprint. Я сейчас про… Ну, я буду периодически из нее там отрывки всякие рассказывать. Sprint… А вы знаете, что такое, в принципе, Sprint уже из Scrum. Там Sprint… В этой книге описан Sprint в неделю и про создание прототипа и начало MVP. И, в принципе, Scrum Sprint… Есть вариант Scrum Sprint в неделю. Можно и так, и так использовать. Желательно бы, конечно, что-то типа неделю-две уложиться. Но бывают, конечно, там какие-то комплексные системы, когда в неделю-две не уложишься и можно это делать месяц-полтора. Такое… Это, в принципе, нормально. Но если вы MVP, конечно, делаете полгода, тут уже повод как бы призадуматься, а не слишком ли вы много туда воткнули. Поэтому второй пункт, каким должен быть MVP, там должно быть только самое важное. Только, только, только самое важное. Почему здесь можно вспомнить основное и главное слово продакта? Главное слово продакта, как вы все помните, какое? Нет. Правильно. Молодцы. Если вы зафигачите 30 фичей в MVP, вы, во-первых, будете делать его полгода, во-вторых, почти ничего не проверите, потому что там слишком много всего того будет, что в итоге придется проверять. И, собственно, никакого толка от этого MVP не будет. То есть вы будете бежать, стараться что-то слепить, в итоге будете лепить полный продукт, и получится какая-то фигня вместо того, чтобы делать. Почему еще нужно делать только самое важное? Потому что на этом проще тогда сконцентрироваться. Это случай как с океарами. Океары зачем вводятся? Чтобы у вас были определенные цели и определенные ключевые результаты, на которых вы концентрируетесь и их достигаете. И на остальное как бы вы немножко там кладете. Откладывайте внимание, давайте так, на какое-то неопределенное будущее. Вот. И здесь то же самое. Ваш океар здесь, ваш объектив здесь – это выпустить минимально жизнеспособный продукт. Ключевые результаты, ну, понятно, там зависит от того продукта, который вы, собственно, делаете. Если вы каждый раз будете позволять себе добавлять новую фичу туда, в этот минимально жизнеспособный продукт, это, опять же, затянется на какое-то бесконечное время. И тут, кроме того, что все должно быть самое важное, желательно, чтобы был четкий дедлайн. Вот вы себе даете полтора месяца, допустим, на MVP, и все, больше не даете. И вот к этому концу этих полутора месяцев вы смотрите, что вы успели сделать, а что вы сделать не успели. Но как бы все, на этом вы останавливаетесь и проверяете дальше свой MVP. Почему? Потому что если вы, опять же, будете тянуть дальше и все добавлять, это закончится очень и очень плохо. У меня был кейс, когда я пришла в один из проектов, и мы хотели, ну, как мы там, хотели сделать, ну, какой-то достаточно большой кусок функционала, чтобы потом, чтобы это на пользователях в том числе проверить. Я, когда посмотрела на скоуф, я поняла, что делать это примерно год. И мне, я говорю, а что у вас тут самое важное? И мне говорят, все, все самое важное. Ребята, программисты, а сколько это делать? Они такие, ну, типа, вот это месяц, вот это месяц, тут еще месяц, а тут не знаю, там, как модель, короче, ляжет. Может, два, может, вообще ничего не получится. Я тогда, конечно, знатно офигела. Я вообще думаю, ну, вот нормально, давайте, давайте так, да, конечно, очень хорошо. В общем, в итоге мы урезали список функционала до 15 пунктов и выпустили MVP за месяц. Проверили на пользователях, поняли, что идея ок, норм, и мы можем двигаться дальше. Ну, и там уже, конечно, то, что мы откладывали, мы взяли и начали прикладывать к продукту, обратно приклеивать, намазывать, очень хорошо. В итоге получилось-то нормально. Но дело в том, что если бы мы делали, если бы мы действительно делали список из… Сколько там было? 40? 50 фичей? В общем, вот примерно столько, и все были супер важные, супер нужные. В начале этого процесса, собственно, то же самое примерно написано и в книге «Спринт». У нас очень много времени ушло на определение того, что нам действительно нужно, что нам действительно важно сделать, и на приоритизацию всех этих задач. Мы обсуждали то, что мы будем делать, и в каком порядке мы будем делать две недели, потому что их там было 50. Мы взяли каждую, и каждую там разложили еще на то, что там… На что она раскладывалась, я чуть не сказала, разлагалась. Было бы забавно. А, нет, сказала. Разложили, в общем, и декомпозировали до прям нормального такого уровня, и уже посмотрели, что из этого можно и нельзя брать. Потому что, опять же, задача может быть что-то типа, ну давай сделаем музыку. И все такие, да, давай, нормально, все, сейчас одна из фичей, 15 фигачим. А ты потом начинаешь эту музыку раскладывать, а там оказывается, оп, плейлист, оп, песня, оп, рекомендация, оп, пользователь. Внезапно появился тут. Оп, там, интерфейс к музыке, оп, еще что-то, еще что-то. И ты понимаешь, что одна музыка займет год. Это ничего себе, вот это да. Поэтому мы, если бы это была часть музыкальная, мы бы урезали, например, это до проигрывания одной-двух-трех песен для конкретного пользователя. И все. Этого достаточно для MVP, если мы хотим протестировать гипотезу о том, что пользователь unbelievable, слушает музыку. Вот, а если нам нужно протестировать только это, то мы тестируем, собственно, только это и ничего больше. Не надо туда сразу наворачивать вот эти всякие вещи, узнать, кто в группе играет, текст песни посмотреть и прочие-прочие штуки. Если ваша задача проверить, будет ли пользователь вообще, будет ли юзер вообще использовать функционал прослушивания музыки, ваша задача сделать просто прослушивание музыки возможным. Все, не надо больше ничего делать, пожалуйста. Просто успокойтесь, отложите свои деятельные руки и займитесь важными вещами. Что еще важно? Важно делать это шаг за шагом, последовательно. Я сейчас буду вам рассказывать про кейс из этой книги с кофейней, и мы потом посмотрим на то, как они делали Customer Journey Map. В общем, здесь Customer Journey Map нам очень пригодится, и нужно последовательно смотреть, что пользователю надо, какие у него есть паттерны взаимодействия с вашим продуктом, и постепенно их реализовывать. Либо в этом плане, либо в плане того, что у вас вот есть ваши 15-10 фичей, которые вы хотите проверить в MVP, и вы эти 15-10 фичей последовательно реализовываете. Реализуете, в общем, притворяете в жизнь. Можно сделать себе, я не знаю, список с тудушкой, чтобы оно прям классно зачеркивалось, когда вы ставите галочку. Это прям всегда помогает визуально. Очень хорошо, сразу приятно становится, как будто вы действительно что-то сделали. Это на самом деле важно, потому что вы делаете одну задачку, потом делаете вторую задачку, потом третью задачку. И это понятный процесс. Этот процесс понятен вам, он понятен вашей команде, которая, как мы помним, имеет большое значение, если не самое важное вообще во всем этом деле и истории. Это понятно, как делать. И это очень-очень-очень важная штука. Про задачка за задачкой. Может быть, вы вспомнили, может, вы не вспомнили. Какая методология основывается на том, что мы делаем задачи за задачей последовательно? Ой, вот, канбан. Неплохо там, конечно, тоже так. Но я все-таки про то, что мы не похоронили сразу. Канбан, да, совершенно верно. Это похоже на канбан. Именно там используется методика или, в принципе, подход того, что мы делаем сначала одну задачу, потом другую задачу, потом третью. И у нас в итоге в work in progress остается одна, ну, если у нас там два человека, то две задачи. То есть по одной задаче на человека. Так, это я сказала. Потом мы все это проверяем на пользователях. Про UX у нас была целая лекция. Можно проверять опросами, можно проверять в UX-лаборатории, можно без UX-лаборатории сидеть и смотреть просто, как человек этим пользуется. Но вы сами, собственно, это делали. Вы же не врали мне, конечно, в отчетах. Вы же действительно все это делали. Вот. И вы знаете, собственно, как это все происходит. Но мы поговорим об этом еще чуть позже. Сейчас я вам расскажу историю про blue bottle coffee, которая есть в книге Sprint. В общем, дело-то было так. Была сеть кофеин, blue bottle coffee. Очень хорошая сеть кофеин. Ее люди очень любили. Там был классный кофе качественный. Ее в России они не представлены. Это по большей части Америка. И вроде бы и все. Да. Ну, в общем, говорят, что кофе классный. Лучше, чем в Starbucks, что не сложно, в принципе. В общем, кофеин было достаточно много. Сначала была одна, потом две. Потом людям стало нравиться. У них появился профит. Они стали открывать еще и еще. Там какой-то очень приятный, я посмотрела фотки, очень приятный прям дизайн, антураж вот этого всего. Какие-то деревянные столики. Все такое светлое. Очень прям хочется туда прийти. Даже мне захотелось. Вот. Очень все мило было. Но дело-то было в том, что вроде это, конечно, неплохо, когда у тебя сеть кофеин. Но как-то в эпоху диджитализации, я с первого раза смогла это слово сегодня выговорить, в эпоху диджитализации бизнеса приходится как-то шуршать лапками и делать что-то, чтобы этот бизнес перенести еще и, собственно, в цифровой какой-то вид. И создатель BlueBottleCoffee, которого я, конечно же, не помню, как зовут, задумался о том, что ему, наверное, нужен сайт. Вот. И стал над этим сайтом думать. Думал он достаточно долго. Он, собственно, пришел к ребятам Google Ventures, в фонд венчурный от Google, чтобы заняться вместе с ними этой историей. И вот они запустили спринт эту неделю для того, чтобы создать продукт по BlueBottleCoffee по сайту. они очень долго думали, с чего начать. И они, по-моему, начинали с, кажется, просто что-то типа онлайн-магазин. Ты приходишь, там у тебя всякие виды кофе разбросаны, что-то там пытаешься купить и прочие-прочие вещи. Но создатель BlueBottleCoffee очень хотел, чтобы вот этот антураж и чтобы главная идея BlueBottleCoffee остались и на сайте тоже. В чем там была основная идея? В том, что баристы были очень-очень, ну и, наверное, есть очень прошаренные ребята. И они прекрасно знали о том, как этот кофе готовить, что с этим делать, какая особенность каждого сорта, там, прожарка-непрожарка, в зависимости от какой страны чего там с кофейными зернами происходит, там, аромат, вот это все, прекрасные вкусовые качества и прочие вещи. И очень хотелось это в том числе оставить и на сайте. И тогда ребята подумали о том, что вместо того, чтобы просто распихивать разные сорта кофе, и ты, пользователь, сам как-нибудь разбирайся, они сделали вот такой вот опросник. Просто ты заходишь, говоришь, хочу кофе, жамкаешь и попадаешь сюда, и видишь вопрос, каким способом заварки кофе вы пользуетесь дома. И дальше там, собственно, выбираете здесь, по-моему, эспрессо, cold brew, ну, в общем, виды кофе или способы действительного заваривания кофе, приготовления кофе. И дальше вы проходите этот опросник, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, какие вкусовые качества вы предпочитаете, в конце вы видите счастливое окно It's a match и сорт, который вам, собственно, подходит. И после этого вы этот сорт сразу уже можете купить или подписаться на него. Подписка на кофе, кстати, очень интересная тема, до сих пор не понимаю, почему этого нет в России или есть. Вы знаете что-нибудь про подписку на кофе? А? Мне кажется, у эспрессо все-таки есть. Ну, не, ну, у эспрессо, да, но вот я имею в виду именно такие ребята, которые не капсульные. Ну, слишком далеко и слишком близко к технологичной Японии. Может быть там ветром занесло, не знаю. В Москве, по-моему, нет и есть? Ну, в Японии один запрос, да, есть. Есть. Вот, в общем, я не находила и мне было странно, что этого нет. Ну, теперь я знаю, что это есть. Я даже страдала немножко, когда читала про этот blue bottle кофе, потому что я, ну, вы видите, вот, у меня с кофе очень теплые, нежные отношения, которые как бы называются зависимости, вот, как и многие, в принципе, отношения в человеческой жизни. И мне бы вот очень хотелось, чтобы подписка на кофе была. Это, это, почему подписка на кофе – это классно? Ну, ладно, не для меня, а вообще для продукта. Удержание. Удержание. Если покупать подписку прямо вот, как мы уже говорили с вами, не месяц, а когда мы проходили с вами юнит-экономику и видели, что если пользователь возвращается там 9-10 раз, ну, то есть 9-10 месяцев находится с вами, то тогда вы можете действительно отбиться по деньгам хорошо и достаточно быстро. подписка на кофе. Если предложить человеку купить сразу год доставки разного всякого кофе, который ему нравится ему домой, то вы получите, конечно, очень крутой профит. Очень крутой профит и очень хороший канал сбыта. Вот, кстати, вот гуглиться за один запрос, почему нигде нет рекламы о том, что есть подписка на кофе? А, кстати, кто? Какие-то брыю. Вот именно. Что это такое? Я не знаю. Вот. В общем, а стоило бы, ну, у нас же много всяких этих а-ля хипстерных вещей, типа там WB, чёрный, что там ещё есть? А? Сёрф, да-да-да, и прочие всякие такие штуки. Казалось бы, казалось бы, сделай WB, поставь тут табличку подписка на кофе – всё. Как бы вы в доходе ещё на какое-то неограниченное количество времени. Учитывая ещё то, что подписка помогает достать кофе людям, которые живут не в Москве. Ну, то есть, понятно, что там проблема с доставкой, может быть, какая-то, ну, и с логистикой тут сразу. Ну, ладно, хорошо, это проблема. Но, тем не менее, это было бы классно, потому что и аудиторию можно было покрыть больше. В регионах, поверьте мне, в регионах проблемы с кофе. Там, как бы, классный кофе в Макдаке можно выпить чаще всего. В регионах, я имею в виду, в регионах-регионах не миллионники, не вот эти полумиллионники ваши, а вот там, где прям замкадье такое хорошее. В регионах Макдака даже нет. У нас не было Макдака в Мурманске. Короче, первый Макдак открыл два, что ли, года назад. Или три. Вот. И, как бы, первый KFC в прошлом году. Ну, в Курске, например, вообще KFC нет, а Макдак появился, дай бог, два года назад. Вот. Вот. Мы заселяем утром, прости. Мы фотографируем черные дыры, а Макдак еще не в каждом городе. Вот так вот. Неприятно, конечно, вся эта история. В общем, да, отвлеклись мы немножко, но ничего страшного, лекция сама по себе такая про отвлечение. Собственно, Blue Bottle Coffee, когда начали заниматься тем, что создавать сайт, они нарисовали вот такую вот карту. Карту действий пользователя, карту взаимодействия с ним. Мы имеем нового покупателя, и есть три варианта входа покупателя в наш продукт. Это посещение кофейни, поиск в интернете и чтение отзывов. Если это посещение, то это разговор с бариста, потом покупка кофе, и там, конечно же, вот на кофе там написан сайт, ты сразу идешь. А если там QR-код, то еще по пути. Все очень счастливо это покупаешь, потом с этим счастливо наслаждаешься прекрасным вкусом и вот этим всем. Если это поиск интернета, то это потом сравнение продавцов, так всегда бывает. Потом, собственно, сайт, ну и понятно, ты уже попал. Ну, или это сразу чтение отзывов каких-то на, может быть, специализированных сайтах про кофе, там, я не знаю, кофе.ру или что-нибудь там, в их случае, .com и прочие такие вещи. Потом, собственно, пользователь опять попадает на сайт, выбирает зерна и осуществляет покупку. Что в этом случае, как вы думаете, было минимально жизнеспособным продуктом для BlueBottleCoffee? Что они вот сделали? Понятно, сайт они хотели сделать, здесь все ясно. Но минимально жизнеспособным продуктом было что? Так, хорошо, еще что, есть еще идеи? Пришло время рассказать вам о том, что необязательно программировать, чтобы появился минимально жизнеспособный продукт. Опрос, безусловно, хорошая мысль, но дело в том, что конструктор сайтов тоже неплохо. Но это был 2012 год, и тогда было еще не особо до, по-моему, 12-й или 9-й, ну, в общем, давненько это было. И тогда было не особо до конструкторов сайтов, что-то как-то не очень их было, наверное, много. Не знаю. Народ.ру, яндексовский, точно был. А? Ну, такой народ.ру был. А, ну да, там, в Америке, народ.ру. Я думаю, они такие, м-м-м, конструктор сайтов, народ.ру, неплохо. У нас был, там, делайте что-то даже. Да, не, ну понятно. Ну, в общем, да, что-то, наверное, было, но качество там, понимаете, это было не тильда и не скиллбокс, который сейчас есть, а что-то более примитивное. Они на самом деле просто нарисовали макеты. Нарисовали макеты, положили их в интернете в определенном порядке. Макеты были интерактивные просто. Там, для этого программировать, опять же, не нужно. Вот мы сегодня посмотрим Figma, и вы убедитесь, что можно сделать и посмотреть это все без программирования какого-то. В общем, они расположили макет в определенном порядке и дали пользователям просто посмотреть, и все. И вот так посмотрели, что пользователям, да, действительно интересно, что, да, им это действительно подходит, что, да, они действительно так придут в продукт, что они будут этим всем пользоваться. Это вообще очень крутая штука. Все эти макеты и все это прототипирование, потому что не надо программировать. Почему я против? Я не против программирования. Я люблю это все дело. Это абсолютно прекрасно. Но, если честно, это жутко-жутко дорого. Потому что там время программиста – это очень дорого. Это вообще, это очень-очень дорого. И, на самом деле, пока вместо того, чтобы заниматься сложением скриншотов в определенном порядке, человек мог бы заниматься какой-то более, ну скажем так, интеллектуальной задачей. Понятно, что в итоге UI все равно делать придется. Но одно дело делать сразу и нормально, другое дело делать как-нибудь, а потом переделывать еще раз. А там уже, вы понимаете, legacy, зависимости, ну и все, и рефакторинг еще на два месяца потом сразу, чтобы как бы, ну, было чем заняться. Поэтому, да, лучше делать прототипы просто в любом конструкторе прототипов. Есть Sketch – можно делать прототипы в нем. Есть InVision – можно делать прототипы в нем. Мы поговорим про Figma чуть-чуть попозже. А сначала мы поговорим с вами, что будет MVP для вот этих всех вещей. Что будет MVP для Tinder? Ну, вот как вы думаете, вот MVP для Tinder – с чем они, что они пробовали? Может, просто алгоритм того, как происходит выбор? Это пограничится. Посмотр фотографии кнопочка лайка. Да, да, фотография ничего. Так. Прав кнопочка OK. Еще чего? Можно? Было бы? Я, наверное, должен быть сразу. Ага, OK, хорошо, еще чего? Ага, хорошо, еще чего? Сложно в субботу, я понимаю Ничего, давайте Хорошо вам Может, это может быть карточка Человеку, который ты хочешь написать И куда писать Основной функционал-то какой? Тиндера чат? Нет, конечно, свайп Ага, вот, свайп Разбирайтесь, молодцы Так Сереж, вы говорили что-то Банально зарегистрироваться Окей, хорошо Смотрите, это все правильно На самом деле, основная механика это свайпа Проверить это можно действительно в фигме Какой-нибудь создав прототип И посмотреть на то, как это работает Как это еще можно сделать Как можно проверить механику Вот эту свайповую Механику тиндера Давайте не свайповую, а именно Вот выбора Вот этих вот потенциальных Кого-то там Людей Вам подходящих Обязательно сначала на людях Можно там Просто на котиках Можно на котиках Да, да, да Вот вы Вы на самом деле подбираетесь Очень близко к этому Как еще это можно сделать? Рассказываю Как это можно делать? Берете кучу Печатных фотографий Обычных С котиками Приносите Сергею И говорите Вот Сергей тебе Красивые котики Ну, короче Вот тебе разные котики Выбери красивых котиков И некрасивых котиков Что делает Сергей? На крючке Складочки Все 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 Вы проверили механику Что она работает Вот так вот Вы вообще ничего не сделали Ну, распечатали Может быть, фотки котов Все Вам даже Не пришлось фигму открывать И время свое тратить Чтобы прототипировать Но это то же самое На самом деле Это абсолютно Та же самая механика Мне вот этот Закадровый смех Конечно, очень помогает Ну, я прям чувствую себя Как в сериале Британском каком-нибудь В общем Ну, все достаточно просто Окей Телеграм Давайте подумаем Про Телеграм Телеграм Мне кажется У них просто тот же Ватсап Это по факту Чат И тот же самый МВП Телеграм Ну, это правда Ну, как вы думаете Вот, окей Телеграм Это Все-таки Давайте МВП для чата Ну, тут как раз Мне кажется Должна быть удобная механика Для пользователей В том плане Что Где какие смайлики Где какие кнопочки Куда жамкать Тут прототип Мне тоже Опять-таки Может помочь Просто дать Человеку в ручку Мы сегодня С вами как раз Посмотрим Прототип Ну, нет Ну, да Именно прототип Одного из мессенджеров Чуть-чуть попозже Механику Как можно проверить Вообще Телеграма Ну, чата Окей Если это Какая-нибудь Функция Самоуничтожающихся Через 5 секунд Сообщений То можно сделать Там чернилами Бумажки Так тоже Знаете Пишите друг другу И там успеете Его прочитать О, хорошо Гуд Мне нравится Чего вы говорили Глубиная почта Глубиная почта Далековато Это В чем-то Ну, суть чата В чем? Быстро 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 Ваши как-то Глубиная почта Сюда не очень Ну, они как бы Либо у вас Голуби Как-то Как-то Достаточно быстро Летают Ну, быстро Просто двух людей Рядом Дать им место И посмотреть Что они будут делать Какому-нибудь другому Дать им что? Ну, просто листок И пусть они Покажут Как они будут Коммуницировать Вот Ну, ладно Хорошо Мы тут обсуждаем Проверку механики чата Если что Для новопришедших Еще Еще Как Что можно сделать? Ну, для начала Локальной сети Реально В одной комнате Организовать Сказать Вот вы рядом Но вы общаетесь Только через компьютер Ну, как бы Просто Зачем? Не знаю Зачем? Если вы рядом И общаетесь Только через компьютер А вы разбираетесь Я смотрю Это ничего Это неплохо Окей Как еще? Ну, давайте 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 Вот есть у нас Два человека Один находится Там В Давайте в разных комнатах Хорошо Чтобы уж Не Москва И Владивосток А что-нибудь Такое Попереземистее В разных комнатах Они находятся Им надо Что-то как-то На чем будем Примерять механику Чата? На телефоне Да СМС-кой На самом деле Это супербыстрый способ Проверить Что это действительно Работает Просто понятно Что это медленно В нашей парадигме Медленно И непонятно Прочитано Или не прочитано Но мы можем Делать СМС-ки С требованием Подтвердить Получение Или что-то такое Почему это подходит? Потому что Это штука Которая уже существует И ее уже можно Использовать Для того Чтобы проверить Это могут быть СМС-ки Это может быть Почта какая-то Но которая Быстро-быстро Поможет вам Письма отправлять Получать Не голуби никак А именно Почта уже Которая существует И которая Присылает Уведомления О том Что сообщение Получено Потому что В чате Вы обычно Видите Прочитал Пользователь Или не Прочитал И это же Важный На самом деле Функционал Для чата Потому что Вы видите Прочитал Пользователь И думаете Молчит Не пишет Не пишет Мне больше Понятно Все ясно Хорошо И всякие Такие вещи Поэтому Проверить Это действительно Можно Именно так Можно проверить Ну Ручка И листочек Это неплохо Рация На самом деле Неплохой Пример Для того Чтобы проверить Механику Вот эту Разделенного Коммуникейшена Между людьми Окей Ютуб Ну да На самом деле Да Еще Что-нибудь Ну Вообще Любое видео Других Каких-то Сервисов Ну В Ютубе Это что Главное Поиск Ну Да На самом деле Поиск И еще Что Каждый Может стать Средством Массовой Информации Ну Вы глубоко Так копаете Это правильно На самом деле Название Даже ты Как бы Туря Вот что Это как Девается Ну Что Что Ну Что будем Делать Вот Нам надо Проверить Что Наша Идея Того Что Мы будем Собирать Кучу Видосов В одном Месте И потом Показывать Людям Те Которые Им Нравятся Работает В 90-е И давали Кассетки Во На самом деле Да Это 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 Вот Вот эта История С Blue Bottle Coffee Это Перенос Бизнеса В Digital Среду Диджитализация Вот я опять Смогла Видите Какая я молодец Хорошо у меня Все получается Прям гордость Распирает Good Сейчас Пойдем Дальше В общем Что еще важно В MVP Я уже это Сказала И еще раз повторю Очень важно Придерживаться Скоупа MVP И дедлайнов Вот С самого начала У нас должна быть Тактика И мы должны Ее придерживаться Скоуп Имеется ввиду Что такое Скоуп Пул задач Правильно Ну все Все верно Скоуп Ну это объем Условно Чего-то Говоришь Английский Ты знаете Все Что же вы Дедлайн Это что Все знают Что такое Дедлайн Вова так моргает Будто знает И дедлайн Ну это понятно Сроки В общем Да Обязательно Помнить об этом У нас на самом деле Когда мы делали MVP У нас висело Ну что-то типа Отрывного календаря Сколько дней Осталось До того Как нам Этот MVP Сдавать И каждый день Я приходила И нервировала Всех тем Что сдирала Очередной листочек Или там Если Я не помню То ли я сдиряла Листочек То ли у нас А у нас на доске Это было написано Я приходила Стирала там Одну цифру И подписывала Ну собственно На день меньше Все начинали Как-то интенсивнее Переживать Относительно того Что происходило В принципе Это как-то Работало Это реально Супер важно И важно Во всем Этом Периоде времени Особенно важно Постоянно Синхронизироваться С командой И знать Кто что делает И на каком этапе Кто находится То есть Вот эти Стендапы Которые мы Обсуждали В рамках Скрама Они здесь Реально Очень сильно Могут помочь Потому что Вы собираетесь Там на 10 минут Спрашиваете Ребята Чем они занимаются И дальше Расходитесь Делать дела И это Очень Хороший И важный момент Чтобы Если есть Какая-то проблема И ошибка Чтобы ее взять Быстро Разобраться И пойти дальше Чтобы ничего Не тормозило Потому что Опять же Можно потом Месяц молчать Потом сказать Ой Не шмогла Вот И все И ничего Не получится Это как-то Грустно Неприятно Постарайтесь Так не делать Сейчас Про прототипы Ну ладно Посмотрим Что Что это Такое Еще раз Здесь Вы видите Вариант Файл Менеджера Сначала Прототип Потом MVP Потом Собственно Продукт Вы видите Насколько Примитивен Прототип И что Это на самом деле Просто Рисуночек Скорее всего Там Рукой Или на Планшете Сделанный Карандашом Собственно И потом Просто Перенесенный В Digital В MVP Вы уже Видите Более-менее Интерфейс А в продукте Все уже Цветочек Раскрашено Достаточно Симпатично И можно Пользоваться В общем Эта штука Называется Figma Как вы все Это видите Extremely Likely Нормасик Нет Уходи Вот Я вам покажу На сэмпле Как можно Связывать Между собой Компоненты А потом Мы с вами Посмотрим Собственно Уже Готовый Список Экранов Который По ссылке В Prezi Указан Там Можно Посмотреть Там Прямо Много Много Всяких Связей И Пожалуй Что Тот Список Показывает Все возможности Фигмы Которые Только Могут Быть Сейчас Ребята Дойдут Я там Слышу Голоса Родные В общем Что делаем Рисуем Или Прям Загружаем Сюда Список Экранов Экраны Вы видели Как могут Быть Представлены То есть Это могут Быть Тупо Квадратики Какие Нибудь Прямоугольники Это Могут Быть Какие Более Как Говорит Один Человек Интеллектуальные Вещи Вот Мы Посмотрим То что Сейчас У Фигмы Сэмпли Есть Как Можно Элементы Между Собой Связать В общем Чего Загружаем Сюда Н Количество Экранов Тех Которые Нам Нужны Здесь По-моему Можно Ну Не Можно А здесь Не По-моему А здесь Можно Можно Также Все Это Дело Рисовать Вот Тут Есть Всякие Тулзы Сюда Можно Вставлять Картинки Как-то С ними Работать Обрабатывать Дизайнер Из меня Так Себе Поэтому Я Это Конечно Делать Не Буду Именно Поэтому Я Это Делаю На Уже Готовых Экранах Потому Что Я Честно Попыталась Нарисовать Сама Несколько Решила Что Это Не Мое И Мне Лучше Так Можно Разложить Прям Правильно И Как Надо Поделить Например Экраны На Основные Элементы И Элементы Между Собой Перевязывать А Можно Между Собой Перевязывать Собственно Сами Экраны Здесь Мы С вами Посмотрим Отлучить Допустим Нам Нужно Перейти С Экрана С Логином На Экран Чего Там На Экран Домашний Который У нас Доступен Только После Логина Это Значит Что Нам Нужна Кнопка Логин Который Нажмет Пользователь После Того Как Ведет Свои Данные Привязать К Экрану Собственно Домашнему Как Это Делать Это Очень Сложно И Неудобно В том Разрешении Которое У меня Сейчас Есть И Никак И Ничего Ты С С С С Не Сделаешь Ну Ладно Сейчас Сделаем Вот Так Берем Белоголубенькую Пипочку И Тянемся На Все Магия Так Это Работает Собственно Потом В Этом Экране Есть Такое Количество Достаточно Большое Элементов Мы Перевязываем Также Этот Экран С Экраном Но Он У меня Уже Перевязан Следующим Следующий Экран У нас Это Меню И Нам Нужно В Меню Так Меню Да А Вот А Да А Да И Самое Главное Это Я Не Сказала Типа А дальше Сами Разберетесь Хорошо В общем Смотрите У вас Слева Вы Смотрите На Экран Значит У вас Справа У вас Справа Есть Собственно Вот этот Столбец Где Дизайн Коуд И Протоп Вот В коуд Вам Не Надо Можно В дизайн Если Вы делаете Именно Сам Макет Собираете Вообще Вам Нужен Режим Протоп Получилось Открыть Отлично Гуд И Собственно Вот В режиме Протоп Когда Вы Выбираете Какой-то Из Элементов Вы Видите Варианты Того Как Это Можно Связать Либо Это Просто Навигация Элемент Навигации Либо Это Перемена Своб Либо Оверлей Один экран Будет Накладываться На Другой Здесь Можно Также Работать С Поведением Этого Всего Прототипа Какой Это Скролл Вертикальный Или Горизонтальный Или И тот И другой Когда Это Происходит По Клику Или При Перекрытии Элементов Или На Нажатии Или На Нажатии Энтера Или Ну В общем Вы Все Сами Все Прекрасно Видите Так Берем Это Удаляем Вот Отлично Связываем Потом У нас Тут Есть Да Отлично Так Здесь Связали Здесь Почему-то У меня Эть Эть Меню Сайдбар Ректангл Эллипс Берем Вот эту Штучку И Да И ведем К следующему Экрану Ну Тут Написано Про Выставки И Ивенты Жамкаем Туда И допустим Мы попадаем На Экзибишн Превью Сразу Потому что Здесь Нет С Выставки Ивентами Всем Экран Попадаем Сюда И кажется На этом Закончим С этим Прототипом В общем Что Иначе Нужно Было Мы Вот Сейчас С вами Собрали Раз Два Три Четыре Экрана Домашний Полина должна Предусмотреть То Как это будет Работать На Хорошем Телефоне И на Плохом Телефоне Потому что Вы будете Удивлены Но плохих Телефонов Все еще Очень много И люди Ими пользуются Не знаю Как Видимо Страдая Но тем не менее Продолжают Колодца Есть Кактус И вот это Вот все Как-то У них Это Получается Не знаю В общем Вот Полина Неделя Рисовала Вам Дизайн Вы Взяли Этот Дизайн Который Полина Нарисовала Эти пять Экранов И идете К своей Мобильной Разработке И говорите Кирилл Вот тебе Пять Экранов Сделай Мне Это Пожалуйста Кирилл Начинает Делать И понимает Что Он Не знает Как Должно Работать Потому Что Окей В принципе Как-то Понятно Но А где Вот этот Формат Под Вот этот Экран А вот Как Эта Кнопка Должна Работать Пишет Вам Кирилл Примерно Раз в Полчаса Потому Что Вы Ему Экран Отдали Задачу Нормально Написать Не Писали Вы Время Экономите Вы Прототип Делаете Правильно Зачем Описывать Пусть Страдает У вас Уходит Две Недели На То Чтобы Это Сделать Вы Это Делаете Понимаете Что Это Например Не Работает И Такие Ну Давайте Еще Две Недели Потратим Сейчас Снова Все Классно Нарисуем Еще Две Недели Будем Этим Заниматься А Могли Б Собрать За Денечек Прототип Фигми Посмотреть Дать Пользователю Погонять И Понять Работает Это Или Нет Собственно Что Здесь Есть Волшебная Кнопка Play Вот Она Она Ж Презент Сейчас Все Заработает Вот Иногда И так Бывает Почти Нет Но Это Работать То Не Будет Проверить Можно Гипотезу А то Чтобы Это Было Полноценное Приложение Которое Больше Сто Очень много Сто Очень много Экранов Но Только Это Тогда Просто Большая Гифка Можно Конечно И так Но Это Большая Гифка Но Там Нет Никакого Обмена Данными Внутри Экранов Все Равно То Вы Можете Эмулировать Например Вот Текста Но Если Вы Введете Какой-то Текст То Там Определенное Поведение Вы Конечно Не Получите Вы Сами Это Прекрасно Понимаете Не Не Знаю Зачем Вы Посмеяться Надо Мно Хотите У Мне И так Не Все Хорошо Видите Но Сейчас Оно Загрузится Наверное Да Я Понимаю Что То Что Я Так Дергаю Не Помогает Если Что Вы Не Думаете Что Я Чем Плюс Еще Фигмы Плюс Фигмы В том Что У них Есть Приложение Которое Называется Figma Mirror И На Figma Mirror Можно Посмотреть Прям Отображение Того Что Происходит Например Экран Загрузки Да Это Же Прекрасно Вот У меня Сейчас Превью Загружается И Ничего Не Загружается Скажите А в чем Преимущество Фигмы Например По Отношению К Experience Дизайн Да На самом Деле Преимущество Это Модно Это Стильно Модно Молодежно Фигмы Сейчас Пользуются Примерно Все И У нее Неплохая Достаточно Неплохая О Неужто Господи Боже Ты мой Все Получилось И У нее Хорошая Экосистема Развитая Достаточно И она Несмотря На то Что Сейчас Достаточно Подтормаживала Сильно Она Очень Быстрая Из Любого Места Запускаемая На коленке И Вообще Прекрасная Работающая Вещь Так Она Бесплатная И в интернете Но То Что она Бесплатная Это Конечно Прям Очень Крутая Фича На самом Деле Так Не Работает Какие-то Энтузиасты Написали Просто Так Ну Не Просто Так Конечно Там Это Все Как-то Ограничено Есть Enterprise Аккаунты С Большим Количеством Фич Там Можно Докупать Всякие Эти Шрифты И Прочие Прочими Прочими Штуками Заниматься Не волнуйтесь У них Все Хорошо Значит Монетизация Организована Правильно Давайте Посмотрим В общем Мы сделали Экран Который Не прокручивается Как надо Что это Не то Не то Не получается Ну ладно Вы видите Кнопку Логина А Это Просто Не хватает Этого Ну Простите Жамкаем Попадаем На этот Экран На который Нам был Интересен И нужен После этого Жамкаем На Plane You Visit Находим То Что Нам Было Нужно Видим Фотку Которая Нам Там Была Нужна Ну И Собственно На этом Наш Прототип Текущий Он Заканчивается Но Мы Можем Проверить То Что Пользователю Действительно Там Было Интересно Понравилось И не Понравилось То Как Все Это Было Сейчас Я Суть В том Что Вы Синкаете Девайс Просто Между Собой Кликайте На Canvas Холст В общем На экран Который Вам Нужен И он Сразу Отображается У вас На Девайсе Который Вам Интересен Это Айпад Такое Есть На Айфон Приложение Ну В смысле На Андроид Тоже Девайсы Есть Тут Как Б Не Принципиально Дело В том Что Это Просто Работает Сейчас Можно Обращаться К дизайну Но Опять же Это Могут Быть Очень Схематичные Вещи Вот Те Которые Мы Видели В самом самом Начале Сейчас Не Не Хочет Извините А Во Во И Вы Видите Сразу В Двух Вариантах И Как У Вас Это На Девайсе Работает Который Вам Интересен Вам Скорее Всего Интересно Мобилы Учитывая Вид Макета И На Айпаде Тут Покрупнее Тут Помельче И Вы Можете Прям На Девайсе Нажать Собственно Кнопку И Перейти На Следующий Экран Посмотреть Как Все Это Работает Скроллится И Сразу Сделать Какие То Выводы Почему Это Еще Удобно Потому Что Допустим Вы Проводите У вас День С User Experience Каким То Вы Протестили Это На Пяти Людях Поняли Что Блин Там Огромная Проблема И Что Тестить Дальше Например Не Имеет Никакого Смысла Потому Что У Вас Там Был Какой Жуткий Факап И Ничего Не Быстро Что Поправить Добавить Нужную Кнопку Удалить Ненужную Или Там Если Это Схематичная Какая-то Штука То Блочки Местами Поменять Посмотреть Как Это Будет Работать И На Следующей Группе Потестить Уже Правильный Ну Условно Правильный Макет Прототип Посмотреть Как Люди На Вообще Ни разу Вот Но Даже У меня Получится Все Это Сделать У вас Тем Более И Все Это Довольно Просто Здесь Еще Очень Прикольно Что Если Вы Не Понимаете Куда Нужно Нажать Совсем Извините То Можно Я Пожалуйста Можно Мне Пожалуйста Назов Если Вы Не Понимаете Куда Нужно Нажать То Элементы Которые Вам Нужны Они Подсвечиваются Прямо Здесь Мы Сейчас Будем Чат Смотреть Там Вы Лучше Увидите Сейчас Все Сломалось Вот Например Смотрите Видите Кнопочка Логина Подсвечивается Жамкайте Сюда И дальше Все Сразу Понятно Становится В общем Это Дико Удобно На самом Деле Особенно Очень Хорошо Подходит Когда Вам Нужно Делать EVX И Быстро Что-то Менять Делать Какие-то Выводы Поэтому Вы Можете Много Пользователей Прогнать Разные Варианты Потестить И Все Это Практически Бесплатно Ну В смысле Относительно Конечно Бесплатно Ваше Время Ваше ЗП Капает Но Может ЗП Дизайнера Который Вам Помогает Все Делать И Во Время Но Хотя Бо Программисты Не Тронуты Становятся Иначе Это Это Плохо Заканчивается Если Все Это Дело Не Тестировать Расскажу Пример Был Один У Меня Проект Когда В Котором Мы Делали Авторизацию И Делали Авторизацию Мы Через Разные Вещи Через Телефон Через Соц Сетки Через Все Что Угодно Было Почему-то Предположение Что Нужно Авторизовываться И Тем И Тем Обязательно И Телефоном И Какой-то Соц Сеткой Иначе Мол Никак Потому Что Нужны Были Телефоны Чтобы Пользователи Потом Смс Ками Оповещать Не Спрашивайте Я Продактом Тогда Не Была Я Была Проджектом Ну Как Все Что Я Могу Сказали Точно Нормальная Идея Зайдет Просто Люди Будут В восторге Нет Не будут Давайте Мы Может Прототип Сделаем Не Давай Сразу Фиганем Ну Мы Фиганули Программист Неделю Делал Авторизацию И Потому И Потому Вместе Чтобы Это Как-то Могло Жить И Что Вы Думаете В Клиентской Стороне Вот Так Вот А Можно Было Как Б Полчаса И Сразу Понять Что Эта Идея Абсолютно Нерабочая Как-то Так Ребят Так Что Не Пренебрегайте Тестированием UX И Макетным Тестированием Если У вас Есть Так Возможность Так Сейчас Открою Сейчас Открою Вот Ссылка Есть На Хула В Презентации Нужно Сделать Копию Из Этого Себе Забрать Там По-моему Файл Make Copy Или Что-то Такое Но Я Вам Сейчас Покажу Я Уже Копию Сделала Заранее Покажу Как Это Выглядит Покажу Вам Как Это Выглядит Наверное Через Полчаса Примерно Когда Все Это Загрузится Потому Что Экранов Там Достаточно Много А Нет Смотрите Даже Быстрее Так Единственное Что Я Не Совсем Понимаю Как Тут Должны Меняться Экраны Сами По Себе В Приложении В Смысле Потому Что У Меня Что-то Не Всегда Это Работает Но Вот Например Я Выделила Экран С Чатом И У Меня Экран С Чатом Сразу Появился На Девайсе Здесь Большой Хороший Прототип Он Прям Достаточно Сложный Вот Смотрите Это Дичь Конечно Очень Много Всего Но Прикиньте Все Равно На Это Потратить Можно Реально Если Знать Что Зачем Идет Но Вы Наверное Знаете Раз Вы Продакт Этого Дела Потратить На Это Всего 40 Минут Где-то Вам Чтобы Связать Это Между Собой И Все И Можно Прогнать На Пользователях И Понять Где У Нех С Прототипа Вообще Получается Смотрите Через Полчаса На Нашем Канале Не Переключайтесь Вообще Можно Было Конечно Что-то Порекламировать В Это Время Может Быть Заработать Что-нибудь Было Было Здорово О Нет Смотрите Норм Вот У нас Собственно Тут Прям Видите Как Богато Люди Продумали Экран Тут Есть Вам Смартфон И Всякое Такое Тут Показаны Кликабельные Элементы Можно Кликнуть Сразу По Пяти Разным Здесь У нас Чат Окно Чата Буковки Вот Текста Можно Просмотреть Профиль Человека Какие-то Настройки Которые Связаны С ним Вернуться На Предыдущий Экран Посмотреть Также Вариант Группового Чата И Собственно Его Такие Настройки Можно Посмотреть Еще Историю С Контакт Листом С Недавними Звонками И Историю С Настройками Тут По-моему Да Тут Кликается Только Нижний Элемент И Вернуться Обратно К списку Чатов А Ну И Посмотреть Как Создать Новый Диалог Или Новую Группу Тут Кликается Нет Не Кликается И Все Это Можно Сделать Фигме Всего За 40 Минут Не Программируя Две Недели И Не Тратя Деньги Свои Компании И Время Ваших Людей Еще Раз Это Очень Хорошая Штука Пользуйтесь Ей Пожалуйста Она Прям Сильно Помогает Особенно Круто Что Это Прям Можно На Девайсе Сразу Тестировать Это Прям Вообще Гребанная Магия Честно Я Когда Узнала Про Все Эти Инструменты Была Приятно Удивлена Потому Что Это Блин Настолько Настолько Экономит Время И Деньги Просто Невероятно У нас В Академии Пэмской Которая Майлом Запускается В Летний Месяц Не помню Просто Когда Точно Простите Помню Когда Моя Лекция Больше Ничего Не помню У нас Будет Целая Лекция Про Прототипирование Про То Как Делать MVP Тоже Не Правда Буду Вести И Наши Дизайнеры Будут Рассказывать Про Фигму И Как Мы И 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 Вот Очень Приятная Штука Пожалуйста Это Прототип Прототип У вас Он Может Выглядеть Типа Вот Так У вас Тут Может Быть Какая То Кнопка Да Еще Что Нибудь Как Вы Я же Говорю Вам Я Не Дизайнер Вот А Ну Правильно Они Ж Цветы Одинаков Все Верно Я Большая Молодец Отлично Да Мы Получается Здесь Только Делаем Прототип Показываем Как Это Будет Работать Мы Не Можем Взять Скачать Прям Сам Код Вот Этого Всего И Сразу Ставить Наш Продукт Нет Конечно Программировать Все равно Придется Но Зато Когда Вы Будете Программировать Вы Будете Знать Что Вы Будете Делать Ваши Люди Будут Понимать Что Делают Это Не Напрасно И Вы Не Попадете В ситуацию Когда Вы Месяц Делаете Какую Нелепую Суть В том Что Вы Что Здесь Все Просто Делается И Если Уметь Немножко Рисовать И иметь Какие-то Что-то Наподобие Прямых Рук А не Таких Как у Меня То Все Это Можно Сделать Классно И Быстро И Здорово Ой О Ничего Себе Так Можно Было Класс Чего Там Так Экшен Да Конечно Чумовая Штука Ну Это Простите Я Как 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 Могу Я Не то Чтобы Супер Мастер В этом В этом Всем Деле Но Тем Не Суть В том Я Зачем Это Делаю Не То Чтобы Просто Опозориться Перед Вами А Чтобы Показать Что Это На самом Деле Все Действительно Очень Быстро Не Понимаю Почему Это Сейчас Не Очень Работает Может Потому Что Я Просто Не Вижу Все Элементы Которые Должны У меня Тут Быть В общем Все Довольно Просто Приятно И Очень Быстро Тестируется Что Мы Потом С Этим Всем Делаем То Есть Мы Допустим Сделали Собрали Классный Прототип И И Идем С Ним В UX Лабораторию Или Если У нас Нет UX Лаборатория Только Вот Это Как В Моем Случ Вот Это Но Тем Не Мене Есть Берем Какие-то Подручные Средства Девайсы И Начинаем Тестировать Вот Это Скриншот Из Книги Собственно Спринт Здесь Показано Как Они Тестировали Один Из Прототипов Это Специальная Камера Которая Снимает Экран Телефона И Показывает То Что Происходит Команде Которая Находится В Соседней Комнате Лаборатории В Лаборатории Обычно UX Устроено Так Что Есть Стекло За Которым Пользователя Видите И Есть Экраны Которые Транслируют Вам То Что Внутри Происходит И Вы Сразу Можете Посмотреть На Пользовательскую Реакцию Я Вам Уже Говорила Это Бывает Ужасно Болезненно Но Бывает Приятно Например Одна Из Моих Коллег Рассказывала Что Когда Она Тестировала Какой-то Из Прототипов Своих В Майле Ей Сказали Что Ну Кликал По Кнопочкам В итоге Сказал Что Ой А мне Вообще Мейл Очень Нравится Вот Вот Это То Что У вас Тут Есть И Кликает По Логотипу Или Почему Такому Ее Спросили Почему Вам Нравится Какие Чувства У вас Это Вызывает Он Праздничный Такой Очень Красиво Желтый На Синем Обожаю Просто Прекрасно Господа Дизайнеры Простите Я не знаю Как правильно Называются Эти Цвета Но Наверное В моем Мире Это Желтый На Синем А у Вас Как правильно Я К сожалению Не в курсе В общем Инсайты Разные Очень Могут Быть И Это Вообще Очень Круто С Пользовательскими Историями И С Пользовательским Тестированием Можно Столько Всего Узнать Нового Просто Невероятное Какое Количество Всяких Вещей Например Что Если Вы Делаете Какой-то Опять же Музыкальный Сервис Вы И Пусть Это Будет Ну Давайте Мы Посмотрим На Ютуб Музыку В Моем Случае Например Когда Вы Смотрите Вы Например Ни за Что Б Наверное Если Вы Этим Не Пользовались Если Вы Были Просто Продактом И Смотря На Этот Экран Вы Не Подумали Что На Самом Деле Пользователь Будет Вот Как Я Обычно Так И Делаю Потому Что Я Просто Не Понимаю Как Это Иначе Должно Работать Если Песня Играет В Плейлисте Пользователю То есть Мне Мне Приходится Короче Делать Так Потом Так Чтобы Песню Пошарить Потом Еще Что Потому Что Отсюда Нельзя А Там Плейлист А Меня Это Жутко Бесит И Если Вы Это Тестирование Не Проводили Вы Так Не Узнали Что Меня Это Жутко Бесит Так Вот Меня Это Жутко Бесит Вы Прямь Это Пожалуйста Было Было Очень Хорошо Ну И Прочие Всякие Штуки Что Например Обычно Мы Привыкли В Любых Плейлистах Даже Если Это Какие Залайканные Песни Придерживаются Около Тиндерной Механики И Если Мы Пытаемся Что То Влево Условно Свайпнуть Мы Видим Какой-нибудь Ремуф Стоп Или Что-то Такое Здесь Ничего Не Происходит Я Честно Как Дебил Сидела В первый День И Не Понимала Почему Я Не Могу Удалить Это Было Очень Неприятно Оказалось Что Из Залайканных Песен Нельзя Просто Так Взять И Удалить Нужно Немножко Пострадать Зайти Под Меню Найти Кнопочку Ремуф Фром Залайканных Прям Бомба Вот И Только Потом Эта песня Исчезнет Из Вашего Плейлиста В общем А если Меня Кто-нибудь Спросил Все-таки О том Что Происходит Было бы Наверное Легче Мне Не факт Возможно Что Другие Люди Придерживаются Другого Паттерна Поведения И Им С Этим Как-то Проще Лучше Жить Что Еще Рассказать Вам Про UX Вот Рядом Вы Эти непонятные Пятна На ней Кто-нибудь Знает Что это За пятна Да Это Hitmap Все правильно Есть По-моему То ли Hitmap.com То ли Какой-то Такой Сайт В общем Там Запросто Практически Или Не практически А вообще Бесплатно Можно посмотреть Что с вашим Сайтом Происходит Куда Пользователи Обращают Внимание И Где Оно Акцентировано Где Оно Размывается В общем Куда Вам Нужно Обратить Куда Вам Нужно Приложить Усилия Чтобы Пользователь Это Внимание Обращал Есть Очень Прикольный Пытаюсь Вспомнить Просто Кто Это Был Наверное Не Вспомню Один Из Примеров Которые Я Когда-то Встречала Но Это Такое Больше Про Психологию Уже Связанное Пользовательское Поведение Был Некоторый Макет Некоторого Магазина То есть Просто Всякие Товары Допустим И Какой-то Там Список Авторизация Что-то Купить Вот это Все В общем Когда туда Добавили Картинку Людей Допустим В Левый Нижний Угол Которые Смотрят На Правый На Левый Верхний Угол Левый Нижний Ну Короче Вы Поняли У меня С этим Большая Проблема В Правый Нижний Которые Смотрят На Левый Верхний Угол Пользователи Сразу Стали На 60 По-моему Процентов Больше Внимания Обращать На Тот Угол Который Продакт На Самом Деле Был Нужен Где Находилась То Корзина То Авторизация То Ли В общем Какая Такая История В общем Это Работает То Есть По Хитмэпу Схожу На Сайт И Кнопка Войти Синим У них Все Красное Синим Вот Видите Вот Так Вот Это Работает Майнд Мастерс Управляет Вашим Разумом На Самом Деле Нет А Что Делать Это Когда Вы MVP Вроде Как Закончили Протестировали Вот Не Всегда Так Конечно Работает Иногда Действительно Все Подтверждается Но Часто Вы После MVP Получаете Огромное Количество Инсайтов И Понимание Того Что Вы Сделали Так А Что Вы Сделали Ну Не Совсем Так Как Хотелось Бы И В И Переделываете Какую То Часть И И И И Делаете На Следующий Этап Если Все Было Хорошо Или Если Вы Ого Я Увидела Только Сейчас Указание К Этому Холсту Вот Если Вы Все Сделали Хорошо То Вы Просто Наворачиваете Еще Больше Фичей И И И И Еще На Один Этап В Вообще На самом Деле Делать MVP Можно Не Просто Продукта В Целом А Любого Какого Нового Крупного Функционала И Так И Нужно Делать И Про Это Весит Джайл И MVP Еще Раз Доказывает Что Все Эти Методологии Работают И И Смысл Для То Что Нужно Постоянно Собирать Пользовательский Фидбэк Агрегировать Его Анализировать И Делать Какие То Выводы Относительно Про Т Типов Вот Еще Раз Вернемся К этому Слайду Вот Он Так Может Выглядеть На самом Деле Вот Как Вот Ближайший Ко мне Вот Вот Это Уже Можно Даже Че-то Потестить Лучше Конечно Тестить Тот Который Посередине Потому Что Он Все Так Как То Подприятнее Там Уже Понятно Че Нажать Вот Но Можно И Начать С Этого Чтобы Понять Какое То Ну Общее Применение Всего Этого Дела Кажется Что Так Вот На самом Деле У меня Это Больше Ничего И Нет